Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин antilife.com.ua. Меня зовут Александр. Перед вами новый смартфон от компании Blackview. Моделька называется Blackview A8 Max. Это обновленный смартфон. Компания сделала очень интересный ход. Расскажу немножко об этом подробнее. Поставляется модель вот в такой вот коробке. В принципе, коробка точно такая же, как и была ранее. Из комплектации здесь есть зарядка. Зарядка на 1 Ампер. USB кабель. И вот такие вот наушники в вакууме. Можно приобрести дополнительно к этому смартфону чехол-книжку, бампер, оригинальное бронированное стеклышко и пленочку. Смартфон выглядит вот таким вот образом. Модель увеличилась по размеру и очень много довольно-таки серьезных изменений, что сделало эту модель совершенно новым продуктом. Хотел сказать о том, что многие производители, когда выпускают там, допустим, Pro-версию, либо Max-версию, они просто банально делают все то же самое, но добавляют, допустим, там больше оперативной памяти и встроенной. Что-то там немножко меняют по процессору, по камере. То есть отличия несущественные. Компания Blackview сделала очень умный ход. Она воспользовалась названием Blackview A8, того бюджетного смартфона, который сейчас также есть в продаже, который имеет 5-дюймовый экран. И сделала модель с названием A8 Max. Но полностью переработав продукт, полностью изменив его технические характеристики, его размеры, увеличили аккумулятор и так далее. Таким образом, выпустили очень интересный смартфон, который сейчас бьет все рейтинги популярности и люди хотят его приобретать по цене далеко ниже, чем 100 долларов. Уже конечная стоимость в Украине. Итак, смартфон представлен в виде 5,5-дюймового дисплея. Здесь у нас применена технология 2,5D. То есть это у нас закругленное стеклышко, которое ударопрочное, тройное. Как сейчас модно делать в многочисленных смартфонах. Спереди у нас есть три сенсорных кнопки. Меню домой-назад. Сверху есть фронтальная камера на 5 Мп, датчики приближения освещения и разговорный динамик. Полностью вся грань смартфона выполнена из металла. Довольно-таки приятное все это на ощупь. Присутствуют кнопки, кнопка включения-выключения и качелька громкости вверх-вниз. Сверху у нас на смартфоне располагается разъем для наушников и microUSB 2.0 разъем. С этой грани нету ничего. И здесь у нас располагается микрофон. Задняя крышка в данном случае у нас представлена в золоте. Это золотой цвет, то есть белый. Спереди, сзади золотой. Еще существует в продаже белый. И грей цвет, само собой, тоже существует. Но будет он доступен в продаже несколько позже. Задняя крышка выполнена из пласти. Здесь у нас есть вспышка, 8-мегапиксельная камера. Какие-то надписи от производителя. Решетка для динамика. Крышка у нас вместе с аккумулятором съемная. Аккумулятор производитель установил на 3000 мАч. То есть они поняли свою ошибку, что допустили ее в модели Blackview A8 без приставки Max. Где аккумулятор был самым слабым звеном в цепочке удачных технических характеристик. Здесь две сим-карты и поддержка карт памяти. Смартфон работает со всеми сетями в Украине. Поддерживает карточки памяти 32, 64 гигабайта. На 128 я не проверял, не имею возможности, к сожалению. По сборке ничего плохого о смартфоне сказать не могу. Да, он немножко увеличился по своему размеру. По сборке ничего не трещит, ничего не хрустит. Крышечка закрывается очень плотно. И все выполнено очень достойно. По некоторой информации на форумах пишут, что здесь установлена 8-мегапиксельная камера от Sony. Не могу ничего по этому поводу сказать. Скажу только лишь то, что камера действительно интересно снимает, записывает фотографии. И видео записывается у нас в формате HD. Итак, рассмотрим технические характеристики смартфона. Сделать это мы сможем через программку Antutu. Сразу же расскажу вам и покажу, сколько этот смартфон набирает баллов в Antutu. Набирает он не очень много. 29 805 баллов. Из технических характеристик. Достоинством является то, что модель выпускается сразу же на базе 6-го Android. Этот Android обновляется. Он обновляется через приложение Blackview. По воздуху через Wi-Fi. Здесь установлен HD-разрешение, HD-экран. Здесь 2 гига оперативная память. 16 гигабайт встроенной памяти. 4-ядерный процессор MTK6737 с частотой по 1248 МГц. Графический ускоритель Mali-T720. Мультитач-тест сделаю вместе с вами. 4-точечный мультитач у этого смартфона. 13-мегапиксельная с интерполяцией основная и 8-мегапиксельная с интерполяцией фронталка. Из датчиков присутствуют датчики приближения, гироскоп, датчик освещения и все. Больше никаких датчиков у этого смартфона нет. Что стоит сказать о прошивке? Прошивка полностью переведена на русский язык. Есть возможность выбора полноценного украинского языка. Прошивка немножко стилизирована именно под тему Blackview. Производитель выполнил вот такую вот тему на смартфоне. Здесь стандартные настройки Android, 6-го Android. Настройки экрана, различные звуки, хранилище, батарейка, память, местоположение. Google сервисы, информация о телефоне тоже можно посмотреть. 6-й Android, A8 Max модель. Касаемо производительности, как по мне, то у смартфона нет никаких проблем. Сейчас запущу, покажу вам Asphalt 8. Тем самым проверим качество внешнего динамика, как он звучит. Звучит этот смартфон очень даже неплохо. И просто-напросто дополняет всю комбинацию успешных технических характеристик. Максимальная графика у меня тут стоит в асфальте. В целом из игры Asphalt 8 можно сделать вывод, что смартфон, хоть и не топовый по техническим характеристикам, но для основных задач производительности, того железа, что установлено в нем, будет вполне достаточно для выполнения всех обычных стандартных задач. Я тестировал обязательно, в обязательном порядке аккумулятор в этом смартфоне, так как я прекрасно помнил историю с Blackview A8, где все было выполнено отлично, кроме нормальной работы аккумулятора, который просто таял на глазах. У меня получились довольно-таки интересные результаты, 6414 баллов. Это довольно-таки классный результат, как для 5,5-дюймового бюджетного смартфона стоимостью в Украине менее 100 долларов. Такими результатами у меня мог похвастаться только Cubot Note S, который вроде бы показывал плюс-минус такие же данные, но при этом аккумулятор у него был на 4150 мАч. То есть на данный момент компания Blackview полностью устранила вот тот вот огромный недостаток аккумулятора, который был в первой модели без приставочки Max. Поэтому в Blackview A8 Max с этим вообще никаких проблем, и аккумулятор держит отлично. Возможно, этому также поспособствовало наличие здесь 6-го адроида и его энергосберегательная система. Вот такие вот дела. Тестировал я GPS, с GPS тоже все отлично, ловит спутники довольно-таки быстро, ловит, отмечает точку на карте, то есть в этом плане тоже все у смартфона работает. Камера у нас идет на 8 мегапикселей, это если говорить о честных, и на 13 мегапикселей это интерполяция. Видео записывается в формате HD. Фотографии, в принципе, довольно-таки неплохого качества, довольно-таки четкие, красивые, то есть нет замыливания и так далее. Мне по камере тоже однозначно понравилось. Видео почему-то пишет не в Full HD, а в HD, но в целом качество, работа автофокуса, четкость картинки, FPS, все на высоком уровне. То есть все так, как, в принципе, этого можно было желать с данным набором технических характеристик. Что можно сказать о конкурентах этой модели? Этот смартфон конкурирует сейчас, наверное, наиболее яро. Это DOOGEE HOMETOM HT17 PRO, потому что там компания выпустила полностью аналогичную модель по техническим характеристикам, тоже с шестым андроидом на борту, сразу же с коробки, и примерно плюс-минус точно таким же ценником. Blackview A8 MAX это полностью новый продукт. В связи с первым A8 обычным Blackview эта модель практически никакой не имеет, кроме как название бренда Blackview. Полностью новый, полноценный продукт. Я за время пользования не заметил каких-то явных недостатков, о которых я бы вам сейчас хотел бы рассказать. По моему мнению, это один из лучших смартфонов в ценовой категории в Украине до 100 долларов. С ним могут конкурировать множество интересных моделей. И HOMETOM HT7 PRO, и KUBOT NO TES тоже с классными техническими характеристиками. Поэтому каждый выбирает для себя то, что ему ближе, то, что ему больше понравилось, и то, что ему в целом для него кажется, что будет лучше. Варианты цвета обязательно в продаже будут и золотой такой, как я держу в руках сейчас, и белый, и грей. Но грей будет позже, потому что китайцы на первых порах, как только эта модель вышла, вообще не было в вариантах выбора. Поэтому грей цвет ждем. Обзор снимал специально для вас, старался максимально быстро, потому что очень много вопросов задавали про эту модель. Очень много вопросов было, и мы не могли ничего ответить, потому что смартфон в руках не держали. Как только получили, сразу же быстренько записали для вас видеообзор. На этом все. Спасибо вам за внимание. Оставайтесь с нами, подписывайтесь в группу, заходите к нам в интернет-магазин antelife.com.ua, и там вы можете приобрести Blackview A8 Max, который я сейчас держу в руках. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok